Только не забывайте, нет божества, кроме Аллаха. Наша Вселенная создана согласно безукоризненному совершенному плану и гармонии. В ней существует более 300 миллиардов галактик, внутри которых расположены около 300 миллиардов звезд, причем все они существуют в полной гармонии уже миллиарды лет. Аллах наделил планету Земля, место нашего с вами обитания, самыми благоприятными условиями и параметрами для обеспечения существования жизни на ней. Сила гравитации, расстояние между Землей и Солнцем, процентное содержание кислорода в атмосфере и еще сотни тысяч иных тончайших законов и величин, удерживающих мир в состоянии равновесия, не могли возникнуть случайно, сами по себе. Несомненно, что все во Вселенной подчинено беспредельной воле и мудрости своего Создателя. От микроскопических атомов и микроорганизмов до планет бесчисленного множества звезд в нашей Солнечной системе и миллиардов колоссальных галактик во Вселенной. О чем сообщается нам в Коране? Аллах соединяет ночь и день, а день соединяет с ночью. Он подчинил себе и солнце, и луну, и каждый из них движется до определенного срока. Таков Аллах, ваш Господь, сотворивший все и придавший порядок. Ему принадлежит вся власть, а те, которым вы поклоняетесь, кроме Него, не властны даже над финиковой плевой. Все сущее на земле нуждается в Аллахе. Никто из сильных мира сего, кого вы считаете для себя непререкаемым авторитетом и всемогущим человеком, на кого возлагаете свои надежды, на самом деле не имеет и толики собственной силы и мощи, только лишь то, что дано ему Аллахом. Нельзя бояться людей и испытывать трепет и любовь кому-либо из людей сильнее, чем к Аллаху, ибо это будет великим грехом Ширка, то есть предание равных Аллаху, ведь повелевается в Коране. Среди людей есть такие, которые других приравниют к Аллаху и любят их так, как должно им любить только Аллаха. Но для уверовавших любовь к Аллаху сильнее. О, если бы нечестивцы могли знать, а они это узнают, когда их постигнет кара, что вся мощь принадлежит только лишь Аллаху, и суровой будет кара его. Человек, осознавший эту истину, постигнет и то, что трепетную боязнь можно испытывать лишь перед Аллахом, и бояться в жизни следует лишь мощи его кар. Нет никого в мире, перед кем можно было бы испытывать страх и чьей благосклонности следует добиваться, кроме как милости и благоволения Всевышнего Создателя. И всеми силами стремится обрести его удовольствие. Но не забывайте, Аллах очень близок к вам. Он ближе к каждому из нас, как наша сонная артерия. Он объемлет своим знанием все наши самые сокровенные мысли, ибо Он вездесущ. Даже сейчас, когда вы смотрите этот фильм, Аллах рядом с вами. Он видит вас, знает все мысли, которые мелькают в вашем подсознании, все ваши планы на будущее и тайные деяния прошлого, все известно ему, является частью его знания. Аллах сообщает нам в Коране, «В каком бы состоянии ты ни находился, что бы ты ни читал о нем в Коране, и какое бы дело вы ни делали, погрузившись в него, всегда мы свидетели при вас. И не скроется от Господа твоего ничто на небесах и на земле, будь оно весом даже меньше пылинки. И все, что меньше нее, и все, что больше, все записано в ясной книге». Субтитры создавал DimaTorzok